Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. И сегодня у нас новости, о которых просто нельзя молчать. Новости, которые второй день сотрясают всю аргентинскую прессу и половину русских пабликов в Аргентине. Итак, что же произошло в Аргентине? Но главная новость, которая абсолютно никому не интересна, это то, что на эти выходные в Буэнос-Айресе невероятная жара 36-40 градусов. Я вот сейчас открыла окно, чтобы звук, который у меня идет, он не ударялся в стеклянный оконный экран, да, и дотронулась до железных поручней и практически обожгла руку. У меня часто спрашивают, какое лето в Аргентине. Ну, если мы будем говорить о погоде в Буэнос-Айресе летом, то большая часть времени здесь температура 25-30 градусов. И когда небольшой ветер, это вполне комфортная температура. Но случаются такие дни, как на эти выходные 5 суббота-воскресенье, когда жара поднимается практически до 40 градусов. И, конечно, в такие дни лучше на улицу не выходить. Но хорошо говорить, когда у вас нет работы, да, когда надо бежать на экскурсии, то приходится выходить в любую погоду. И как-то так вот мне везет. Обязательно в те дни, когда особо высокая температура, в моем графике всегда стоят экскурсии. Но я их не отменяю. Так что жду вас на моих экскурсиях. И также такие новости сотрясают последние дни аргентинскую прессу. Началось это волнение уже, наверное, с месяц назад. Многие аргентинские мои знакомые мне время от времени присылали ссылки на различные интернет-издания аргентинские, где рассказывается о том, что в Буэнос-Айрес заполонили русские беременные девушки, которые приезжают в Аргентину с целью родить и получить паспорт ребенку и получить себе документы. В принципе, эта акция «Ради ребенка и получи паспорт Аргентины в подарок» была придумана нашими русскоговорящими гидами в Аргентине уже давно и интенсивно массировалась во всех социальных сетях. Но до недавнего времени это был вполне обычный процесс, который не привлекал особо никакого внимания ни с одной из сторон. Девушки приезжали, благополучно здесь рожали, получали гражданство на своего ребенка, себе делали документы, кто-то делал, кто-то не делал, кто-то возвращался домой обратно на родину, кто-то оставался здесь. В принципе, обычная эмигрантская жизнь, которая не привлекает внимания. Но, например, только сегодня ночью, только одной авиакомпанией, эфиопской авиакомпанией, на одном самолете прилетело 33 русских девушки на сроках от 32 до 34 недели беременности. И какие же новости? Дело в том, что вчера ночью было задержано и не пропустили на территорию Аргентины три русскоговорящих беременных девушки и оставили их в транзитной зоне. И сегодня ночью еще трех девушек, двух с эфиопских авиалиний и одну с авиалиний КЛМ, не пустили на территорию Аргентины. И на данный момент шесть беременных девушек на поздних сроках беременности находятся в транзитной зоне аэропорта Эсейса. Это международный аэропорт Буэнос-Айреса. Их не пускают на территорию Аргентины, так как им поставили статус лжетуристок. То есть, когда они подходили к окошку миграционной службы, то они целью прибытия в Аргентину говорили туризм. У самих уже просто живот упирается в нос. И при этом у них не было обратных билетов. То есть, девушки мало того, что они решили сэкономить на аренде, и чтобы не платить за аренду в Аргентине, они прибывают на последние недели практически перед родами. И они еще и сэкономили на том, чтобы покупать обратный билет. Им предлагали самостоятельно вернуться обратно, на что вот эти шесть задержанных, они все шестеро отказались возвращаться обратно. И аргентинская сторона их тоже не пускает на территорию Аргентины. Потому что как только им поставят таможню, дает добро, все они сразу полностью становятся в статусе защищенными государством. Давайте посмотрим на это со всех сторон. Со стороны девушек, со стороны государства, со стороны помогаек и так далее. Я никого не хочу осуждать. Я наоборот хочу как бы разобраться в этом, и чтобы просто не подвергать еще не родившихся детей опасности. Самих этих девушек, потому что они молодые же. В основном молодые приезжают от 20 до 32 лет, как говорится в прессе. И мало того, аргентинская миграционная служба прогнозирует, что в 2023 году на территорию Аргентины прибудет порядка 10 тысяч русских девушек с целью родить здесь ребенка. Тут, кстати, в комментариях на фейсбуке аргентинки мне уже пишут о том, что мне нужно идти в политику Аргентины. А вы мне напишите вон там, куда идти, и я пойду. Потому что если бы я была в правительстве Аргентины, я бы сказала, о, прикольно, 10 тысяч толстых кошельков прилетают рожать в Аргентину. Почему 10 тысяч толстых кошельков? Ну, потому что билет на самолет, да, он стоит там порядка 3 тысяч. То есть бедные сюда не полетят. Плюс все эти роженицы, они, естественно, будут арендовать квартиры, да, это тоже деньги, пусть не в казну, пусть они пойдут в карманы каких-то аргентинцев, но потом эти же аргентинцы эти деньги пойдут тратить в магазины. Они будут покупать еду, одежду себе, я не знаю, там, на курорт куда-нибудь поедут. Они же его не под матрас положат, но некоторые, может, под матрас положат эти деньги, но потом они их все равно будут использовать в стране. То есть деньги, они, русские роженицы, вот эти 10 тысяч, которых прогнозируют в 2023 году, они сюда приезжают не с пустым карманом, они приезжают сюда с деньгами. Они будут покупать еду в местных супермаркетах, они, многие питаются в ресторанах, о чем, кстати, пресса аргентинская уже, наверное, месяц пишет всякие подзаковыристые такие статейки, что в районе Палермо, который столь излюблен русскими эмигрантами, в какое кафе не зайди, группами сидят русские беременные девушки, да, блондинки-красавицы, и они везде кучкуются. Ну, классно, вот они пришли в кафе, оставили деньги в кафе, оставили там чаевые, сняли квартиру в аренду, опять же они за это деньги платят, пользуются такси, транспортом, ходят в магазины, тем же деткам там что-то покупать надо. Те, которые из них не планируют здесь оставаться, там закупятся подарками, которые они на родину повезут. Те, которые здесь будут оставаться, ну супер, они здесь останутся, они опять же будут здесь арендовать квартиру. Кто-то купит здесь эти квартиры, получат гражданство, значит, налоги начнут платить в казну. Ну, классно, деньги приехали, но вы просто возьмите и воспользуйтесь ими. Введите, например, налог уже сразу на таможне. Увидели, въезжает беременная там на последних сроках. Опаньки, впустим, если в казну заплатите такой-то налог, пошлину. Все, вот пустите меня в правительство Аргентины, я введу такие законы, придумая еще несколько десятков подобных законов, которых чуть-чуть я понимаю, что этот мир здесь трудно изменить, и вот этот поезд давно запущенный толкать очень сложно, но вода камень точит. Я бы вот ввела такие законы, пошлину для въезжающих, рожающих на последних сроках беременности, и также, что бы я хотела сказать девушкам, которые собираются ехать сюда рожать, зачем вы тянете до последнего месяца? Как там в одной из моих групп, Аргентина по-русски, да, на Фейсбуке, один человек задал вопрос как раз по поводу, как родить в Аргентине, поскольку его жена на втором месяце беременности, вот он спрашивает совет, как все сделать, когда приехать и так далее. Конечно же, все пишут о том, что там приезжай через 6 месяцев и будешь рожать. Мой комментарий был, я считаю, вполне нейтральным. Если вы не боитесь, то прилетаете. На меня вот эти все помогайки, как накинулись, начали, хотели растерзать, четвертовать на маленькие кусочки. Я не знаю, они в этом, наверное, увидели угрозу своему бизнесу. Какие риски? Мы прилетели, мы родили, значит, и остальные родят. Послушайте, когда вы летите через полконтинента, ну, во-первых, это огромная нагрузка в самолете. Я даже убираю вот эту вот нагрузку в самолете физическую, да, не говоря о том, что в одной коробке там сидит сколько там, 200-300, я не знаю, сколько эти межатлантические самолеты вмещают, каждый со своими микробами, бациллами и так далее. Потом вы прилетаете в новую, непривычную для вас страну, где также непривычные для вас микробы, да, вирусная среда и так далее. Это вообще фраза, за которой меня там зачморили. Обычные взрослые здоровые люди прилетают через всю планету на другой континент с целью эмиграции. Они первый месяц-два в большинстве своем болеют. Во-первых, это и сам по себе стресс эмиграция, да, перелет это стресс и попадают в новую для них среду. То есть у нас там, например, какой-то один вид гриппа может ходить на территории Европы или там на территории России. Здесь это другой, плюс всякие другие мелкие вирусы, которые могут гулять. И я уже не говорил о всем напостылившем коронавирусе. Верите вы в него, не верите. Но люди болеют, люди сильно болеют, люди умирают от этого вируса. Но вот русскому же оно всегда море по колено. Просто если вы совершите этот перелет на ранних сроках беременности, вы и сами легче перенесете, и плод ваш легче это перенесет. Ну и как бы не столько рисков, да, для беременной девушки, которая может подхватить какую-то инфекцию, если это в 4-5 месяц, когда более-менее легко, да, проходит беременность. Конечно, совсем другое дело 8-9 месяц. Это вообще нужно быть полоумным, вы уж меня простите, чтобы на таком сроке прилетать, рожать с целью получения паспорта. Вы серьезно, вы готовы рисковать собственным здоровьем и здоровьем своего будущего, еще не родившегося ребенка, из-за паспорта в Аргентине, где 15 оснований для получения ВНЖ, и где через 2 года вы уже можете податься на паспорт, то прилетайте, учитесь здесь, получайте, на работу можно устроиться, боже мой, сдайте квартиру в России, по рантье получайте здесь ВНЖ. Море оснований я вон там вот внизу оставлю ссылку на мою статью, где я полностью перевела все законы миграционной службы Аргентины о 15 основаниях для получения ВНЖ. Не стоит для этого специально беременеть, не стоит для этого рисковать собственным здоровьем, а тем более здоровьем своего будущего ребенка. На себя наплевать, ну пофиг тогда и окружающим тоже на вас наплевать, а вот уже на здоровье вашего ребенка, это не только ваша личная ответственность, да, это уже и ответственность государства, гражданином которого он будет являться, но и самого ребенка надо спросить, а он хочет, чтобы вы беременные на последнем месяце летели в сутки в самолетах с пересадками прямых же рейсов из России в Буэнос-Айрес, нет, это как минимум одна пересадка, у некоторых и больше пересадок, некоторые по 30 часов находятся в пути, а кто из глубинки России, там до двух суток и большее время, и по трое суток, у меня некоторые туристы по трое суток летят в Аргентину и возвращаются также. Это колоссальнейшие нагрузки, поэтому уважаемые беременяшечки, как вы любите себя называть, ну надо быть немножко ответственнее, да, если вы уже беременны, это значит вы уже в статусе практически мамы, вы уже несете ответственность не только за себя, но и за собственного ребенка, поэтому, ну, нужно как-то немножко пораньше включать мозги, да, не экономить на аренде там дополнительно двух-трех месяцев, а прилетать пораньше, тогда и в аэропорту будет меньше вопросов, еще живот можно там под платьишком спрятать, кстати, у меня большой вопрос, как вообще их пускают на самолет на 33-34 неделе беременности, не хочу вслух озвучивать, но как бы сам на себя напрашивается вывод. И с другой стороны, конечно, хотел бы обратиться к помогайкам, но не надо же наглеть до такой степени и говорить, что кроме как по родам в Аргентине невозможно получить паспорт. Я уже не говорю о том, что некоторые мужики-помогайки предлагают на своих сайтах услуги присутствовать на ваших родах. Серьезно? Какой-то чужой мужик только на основании того, что он говорит по-русски, будет присутствовать на ваших родах, еще за это с вас будет брать невменяемые деньги. Да, я вообще не имею ничего против помогаяк. Это классно, потому что не каждый человек решится прилететь в чужую страну, особенно там не зная языка, да даже зная язык, в чужую страну, не имея никакой там поддержки, помощи и так далее. Да, люди готовы за это платить деньги, и слава богу, зарабатывайте на этом, но не до такой же степени, чтобы вот утверждать, что кроме как на основании рождения ребенка в Аргентине, других способов у вас нет. И, кстати, в одной из статей сегодняшней, в сегодняшней прессе Аргентины написано, что уже в суд поданы расследования по поводу этих помогаяк. Было допрошено 356 российских женщин, которые здесь родили и платили деньги за помощь. И начинаются расследования, в общем, какой-то здесь буч начинается. И еще один вопрос. Слышала от девушек, которые приехали сюда рожать, у которых есть деньги, которые могут за все и везде платить, что эти самые помогайки их уговаривают, уговаривают рожать в бесплатных государственных роддомах. Послушайте, но если вы уже заплатили за самолет такие деньги, там, 3000, вы заплатили здесь за аренду, живете здесь, на еду тратите и так далее, неужели какие-то 3-4 тысячи долларов, которые стоят роды в хорошей, да, в лучших клиниках Буэнос-Айреса, их нельзя заплатить? Почему многие помогайки уговаривают прибывших, но в прибывших рожающих рожать в бесплатных госпиталях и уже бедных аргентинок принимать некуда? Возможно, если бы так не делали, да, если бы наши женщины, которые вот только приехали в чужую страну, в которую они еще не внесли никакого вклада, кроме того, что арендовали здесь квартиру, слава богу, и за это, конечно, всем нам спасибо. Если бы помогайки не уговаривали их рожать в бесплатных госпиталях, а если бы они платили за частные госпитали, в которых услуга родов с лежанием в индивидуальной палате, там обходится порядка 4000, может даже меньше, возможно бы аргентинцев это так не волновало и не случилось бы то, что случилось, да, когда вот, еще раз повторюсь, на момент, когда я делаю эту запись, в транзитной зоне аэропорта Эсейса уже вторые сутки находятся 6 беременных русских девушек на последних сроках беременности. Кстати, прошедшая ночь у один из аргентинских адвокатов, который взялся помогать одной из этих девушек, у которой там пишут уже и схватки вроде как бы начались, он решил ей помочь и всю ночь рекламировался уже во всех российских пабликах о том, что вот он помогает, все классно, некоторые уже дописали, что девушка перешагнула границу Аргентины, но в сегодняшних новостях сказано, что он всего лишь подал апелляцию, которую суд отклонил, то есть тут уже и юристы успели пропиариться на этой ситуации, при этом абсолютно ничем не смогли помочь. В общем, ситуация трэшевая, да, девочки сидят, лежат на полу, они сидят на этих креслах, все вы знаете, какие в транзитных зонах во всех аэропортах мира, эти сиденья кресла, это или железные, или пластиковые голые сиденья, на которых больше там 15 минут трудно сидеть, и вот в таких ужасных условиях получается три из этих шести девушек уже две ночи провели, надвигается третья ночь, и пока еще никаких подвижек нет. Одно радует, что каждые три часа им оказывается медицинская помощь. В общем, вот такие вот дела у нас творятся в Аргентине, это, конечно, все ужасно, но я так считаю, все люди взрослые, да, каждый понимал, на что он идет, даже как бы там сладко вам не распевали о том, что так легко получить документы в Аргентине, но еще раз повторюсь, если вы уже забеременели, значит, вы уже взяли ответственность за будущую жизнь вашего будущего ребенка на себя, и просто уже просто нужно быть взрослым. На этом, пожалуй, у меня сегодня все, потому что эмоции у меня в голове бурлят, о других новостях уже даже и не хочется сегодня говорить. Сниму еще одно отдельное видео по вашим вопросам, все, как вы любите. Очень интересные вопросы появились за эту неделю, но это будет мое уже следующее видео. И на этом вот такая вот раздраженная и бурчащая Елена Вива с вами прощается. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.